Им шутки и строить, и жить помогают. Сотрудники ЧТПЗ в очередной раз сошлись в юмористической битве корпоративного фестиваля КВН. В финал смогли выйти только лучшие из лучших команд, отличающиеся умением импровизировать и не боящиеся быть смешными. О том, кто стал победителем и где черпают вдохновение белые металлурги. Подробности в нашем сюжете. В борьбу за главный приз фестиваля КВН под общей темой «Я бы в наставники пошел, пусть меня научат» переходящую хрустальную каску вступили четыре команды, прошедшие серьезный отбор. И пока веселые, находчивые белые металлурги покоряли юмористические высоты, в зале за них болели группы поддержки. Прежде всего морально. Это голосовые связки настраивали и рисовали плакаты, чтобы громко очень болеть за своих. В КВН белые металлурги играют с 2009 года. Уровень шуток по традиции оценивает компетентное жюри, которое без запинки может ответить, зачем суровым заводчанам чувство юмора. Основное для нас это объединение нашего коллектива. Это развитие нашего персонала во всех областях. Не только в производстве труб, но и развитие в юморе. Я считаю, что сейчас команды доросли до уровня высшей лиги. Я в полном восторге. Локомотив эмоций, локомотив смеха. Полный позитив. По итогам финальной игры победителями девятого фестиваля КВН «Хрустальная каска» стала молодая, а главное перспективная. Команда опять с 25. Мы творческие люди. Каждый из нас чем-то занимается. Кто-то танцует, кто-то играет на гитаре, поет, еще чем-то занимается, пишет шутки. Каждый день у нас были репетиции по КВН. Переживали. Не меньше пяти часов. Да, не меньше пяти часов. Мы очень сильно уставали. Мы старались, хотелось. Теперь южноурайским белым металлургам предстоит отстаивать честь группы ЧТПЗ на международном фестивале «Кивин» в Сочи. Продолжение следует.